Здравствуйте, уважаемые ульяновцы и гости нашего региона. Число фейковых сообщений о ходе специальной военной операции на Украине не уменьшается. Многие фейки создаются и распространяются с единственной целью – подавить боевой дух россиян, ввести людей в заблуждение. Сегодня снова будем разбираться, где правда, а где ложь. Итак, первый фейк. Украинские телеграм-каналы активно распространяют информацию о том, что Белый дом выпустил коллекционную монету с островом Змеиной, посвященную героическому украинскому сопротивлению. На самом деле, интернет-магазин The White House Gift Shop – магазин подарков Белого дома, на который ссылаются украинские источники, не связан с президентом, правительством США или Белым домом. Товарный знак принадлежит частному лицу Энтони Джанини. Этот интернет-магазин создал негативный инфоповод, когда продавал монеты о коронавирусе. Еще тогда блогеры пытались выяснить, насколько к этому магазину имеют отношения официальные лица США, и связи не нашли. Официальные памятные монеты Соединенных Штатов производятся монетным двором США. На его сайте, которому точно можно доверять, нет никакой информации о продаже монеты, посвященной острову Змеиному. Еще один фейк. Во Владимире рядом с похоронным домом разместили лозунг «Своих не бросаем» с литерой Z, как символом спецоперации. Об этом сообщают украинские телеграм-каналы. Это очень топорный фейк, который показывает просто нулевой уровень факт-чекинга украинских источников. На снимке чудеса фотошопа. Похоронный дом «Обелиск» на самом деле находится в Харькове. О том, что это именно он, говорит характерная отделка фасада и желтые объявления в окнах. А там, где по версии украинских каналов находится фраза «Своих не бросаем» – банальная бегущая строка. Кстати, ранее украинские телеграм-каналы сообщали, что девушки в России делают фотосессии с урнами с прахом своих возлюбленных. На снимке была американка, которая потеряла своего жениха в ДТП. Естественно, это все фейки. Еще один фейк. В России ограничат выезд из страны. Сначала запрет коснется депутатов Госдумы и их помощников, а потом и остальных граждан, пишут в соцсетях. Для заграничной поездки придется оформлять выездную визу. Это, конечно же, фейк. Право свободно выезжать за пределы России закреплено статьей 27 Конституции Российской Федерации. Оно может быть временно ограничено только в силу требования закона. Например, если путешественник привлекается в качестве обвиняемого или подозреваемого в преступлении, является банкротом или уклоняется от судебного разбирательства. Вводить выездные визы не будут. Об этом заявил на брифинге заместитель директора Департамента информации и печати МИДа Алексей Зайцев. Расширение имеющегося перечня оснований для временного ограничения прав граждан на выезд из России и тем более введение каких-то специальных виз не планируется. Подчеркнул он. Можем сказать следующее, что право свободно выезжать за пределы территории Российской Федерации гарантировано статьей 27 Конституции Российской Федерации. Это право может быть временно ограничено только по основаниям, предусмотренной статьей 15 Федерального закона от 1996 года о порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию. К таким основаниям, в частности, относится привлечение лица в качестве подозреваемого либо обвиняемого в соответствии с уголовно-процессуальным законодательством. Исполнение неназначенного судом наказания, уклонение от исполнения обязательств наложенных судом, признание банкротов и несколько других. Поэтому расширение имеющегося перечня оснований для временного ограничения прав граждан на выезд из России и тем более введение каких-то специальных выездных виз не планируется. И еще один фейк с долей юмора. Ученый в лаборатории скрестил ДНК гусеницы и паука и выпустил около тысячи получившихся существ в живую природу. Ролик об этом распространяется в социальных сетях. А теперь правда. На видео мы наблюдаем гусеницу букового вилохвоста. Это животное не имеет никакого отношения к гибридизации или генной инженерии. Личинка бабочки питается листвой бука, дуба, березы, тополя, вязой других лиственных деревьев. Вводится в Мордовии. При этом численность вида находится на низком уровне. Никакой опасности для человека она не представляет. На сегодня это все. Будьте внимательны, старайтесь проверять новости, прежде чем пересылать их другим людям. Напомню, что в России работает информационный ресурс «Объясняем.рф». Портал является источником проверенной официальной и оперативной информации. Уважаемые ульяновцы, не поддавайтесь на провокации, никогда не паникуйте и доверяйте только проверенным источникам информации.